В течение полутора лет Московская энергетическая компания готовила к запуску газотурбинную теплоэлектроцентраль в Звенигородском микрорайоне Восточный. Пробный запуск состоялся еще в ноябре 2020-го. Разрешение на ввод в эксплуатацию было получено в конце мая. А в июле вместе с жителями микрорайона ТЭЦ посетил глава Одинцовского округа. У нас же было много вопросов от жителей по будущим проводили тестовый путь. Приглашали сюда жители микрорайона, населения, посещавшие, смотрели на этажных домов, рядом находились. Я так понимаю, что все остались довольны. Андрей Иванов вместе с жителями осмотрел основные помещения ТЭЦ. Побывал в энергоблоке, где расположены три газотурбинных установки общей мощностью 18 мегаватт. И дал пуск к работе теплоэлектроцентрали. Под впечатлением от экскурсии по открывшейся ТЭЦ остались и местные жители. Фаина Константиновна живет по соседству. Помимо внушительного оборудования и компетентных сотрудников, ее привлекла и благоустроенная территория. Территория сразу благоустроилась. Около. Был бурьян. По тропочке ходили до магазина. Сейчас все обкосили, все мусор собирают. Представители стоят, ушел от бомба. Приятно смотреть. Газотурбинная теплоэлектроцентраль в микрорайоне Восточный – это современный полностью оцифрованный объект. ТЭЦ работает на лучшем оборудовании, собранном со всей России. Сейчас в работе у нас пока, с учетом того состояния, одна турбина, вторая, третья у нас как бы в резерве. Ну, планируем в октябре месяце, к началу топительного сезона, у нас будет две турбины в работе, два котла-утилизатора. Район полностью будет снабжаться от нас, те котельные, которые сейчас, там, они будут в резерве. В октябре планируется ввод ТЭЦ в промышленную эксплуатацию. Тогда же она станет выполнять полный набор электрической и тепловой нагрузки. Одна турбина будет постоянно находиться в резерве, чтобы при возникновении экстренных случаев не оставить жителей без электроэнергии и тепла. При этом постепенно изменения, которые улучшат жизнь звенигородцев, коснутся и других микрорайонов. Чудес нет, в одно мгновение все не решить, но мы точно нацелены на результат, у нас есть желание, есть возможности, и стало столько потерпеть.